Аль-Хамду-Лиллях. Является ли дозволенным человеку надевать разнообразные подвески, в которых аяты из Кур'ана, имена и качества Аллаха написаны, и, допустим, дозволенные дуа и так далее. Мы ранее уже говорили, что амулеты являются либо малым, либо большим многобожием. То есть это есть в одном из наших предыдущих видео подробно и с доказательствами. Однако речь в этом видео не шла о амулетах, либо же о подвесках, в которых Кур'ан. Однако все равно мы склоняемся к тому, что это является запретным. То есть нельзя носить амулет из Кур'ана. И это мнение некоторых из подвижников, как Ибн Масуда, Ибн Аббаса и других ученых, в том числе и Таби'инов, как и Наха и других. Они говорили, что это является запретным, то есть ношение этих амулетов из Кур'ана. По нескольким причинам. Во-первых, запрет общий. Запрет общий на ношение амулетов. Во-вторых, когда человек носит амулеты из Кур'ана, это может стать причиной тому, что будет неполагающее, неподобающее отношение к этому Кур'ану. Человек может заходить в туалет и так далее. Также это может стать причиной того, что человек увидит, то есть на тебе этот амулет, подумает, что амулеты вообще дозволены, и будет носить, допустим, запретные амулеты, которые являются многобожиим. Поэтому мы склоняемся больше к тому, что это является запретным. Кроме того, мы знаем, что в сегодняшнее время те амулеты, которые продаются в мечетях под лозунгом, то, что это амулеты из Кур'ана и так далее, если мы откроем практически все из них, 99, если не все 100% из них, то мы обнаружим, что в них, кроме каких-то аятов из Кур'ана, есть много чего непонятного. Какие-то символы, какие-то цифры, какие-то рисунки, пиктограммы и так далее. Что, несомненно, является проявлением колдовства. Это является запретным, является многобожиим. Поэтому на сегодняшний день чистых амулеты из Кур'ана, кроме как человек сам себе напишет, нету. Но даже если напишет, как мы уже сказали ранее, склоняемся к тому, что это является недозволенным. Аллаху амин.